Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня в пивном обзоре будет, ну не знаю, в пятерочке в нашей. Я увидел в первый раз. Может быть оно новое, но возможно в больших городах уже появилось давно. У меня был уже обзор на вот такого плана пива из пятерочки. Оно называлось «Приятель живое». А здесь же мы имеем пиво светлое, чешский рецепт, живое разливное. Тоже оно в бумажном пакете. Соответственно, пиво это разливное. И в пятерочке уже дешевле стоит. На момент обзора «Приятеля» из пятерочки оно стоило 159 рублей. Сейчас акция уже идет очень давно на вот это пиво такого плана. И оно стоит 136 рублей. Ну согласитесь, это уже нормально. Конечно, если здесь честный объем полтора, а не как всегда. Но это мы сейчас с вами будем разбираться. Смотрите, бумажный пакет. Покажу поближе. Пиво светлое, чешский рецепт, фильтрованное, не пастеризованное. Правила употребления пива здесь точно такое же, как и на «Приятеле». www.lipetskpivo.ru Рекомендовано хранить в холодильнике. Сварено по рецепту чешских пивоваров. Чешский рецепт, живое разливное. Чрезмерное употребление, все как всегда. Давайте достанем из бумажного пакета и посмотрим, что же здесь за пиво. Ну, очень оно уж светлое. Здесь у нас все имеется. 1.04.24. Розлито годно до 30.07.2024 года. Ну и, друзья, объем здесь. Как я и сказал, нифига не честные полтора, а 1.42. Ну, вот это начинается. Покажу поближе, какого оно цвета. Светленькое. Пиво чешский рецепт, живое разливное. Светлое, фильтрованное, не пастеризованное. Алкоголь 4.7. Плотность 11. В составе вода подготовленная. Солод пивоваренный, ячмены светлый. Ячмень пивоваренный. Мальтозная патока, как всегда. Или солодовый экстракт. Ну, в общем-то, точно такой же состав, как и у приятеля. А производит у нас, ну, как написано там, липец пива. Ну, конечно же, изготовитель ООО Липец пива. Российская Федерация, Липецкая область. Если мне не изменяет память, то приятель, по-моему, тоже липец пива у нас производит. Ну, посмотрим, как оно будет. Пшик есть. Еле откроешь. Надеюсь, оно будет на вкус не хуже, чем тот же самый приятель. Кстати, многие на приятеля писали в комментариях, что реально со мной согласны. То есть, пиво, если выбирать из разливного, то именно приятель прикольное. И также я прошу тех же людей, кто писал, если посмотрите этот обзор, напишите свое мнение. Пробовали ли вы чешский рецепт? И есть ли оно у вас уже в пятерочке? Ну, как я уже сказал, скорее всего, в больших городах по-любому оно есть в пятерочках. Это до нашей периферии, пока все дойдет, то пройдет очень много-много времени. Либо же просто было невыгодно и его не завозили. Возможно, даже из-за цены. Но пока что 139 рублей. В общем, друзья, жаль, конечно, что объем не полтора. Но что делать? Сейчас все уменьшается. Хотя многие производители до сих пор продолжают делать этот честный объем. Так же, как и виски, так же, как и коньяки. Ну, коньяки, по-моему, все нормально. А вот виски уже с 0,75 убрались на 0,7. 0,75 очень редко можно увидеть запах. Ну, если честно, друзья, по запаху пока что я не могу даже определить, что здесь за запах. Очень слабый, очень слабый запах. Если приятель пивом брать разливной из пятерочки, там вот реально запах сразу присутствует. И он прям такой насыщенный. Здесь же, ну, очень мало запаха. Пена оседает довольно-таки быстро. Попробуем. Да, ну и на вкус, конечно, данное пиво, чешский рецепт, похуже, чем приятель. Намного похуже. Здесь почему-то вкус какой-то, вот реально он разбавленный, как водянистый слегка. То есть, ничего здесь нету такого интересного. Ну, вот даже если вот реально взять самое дешевое разливное пиво из наливаек, да, там все равно будет присутствовать. Там хоть горечь, там спиртуозность, все вот это будет присутствовать. Здесь же очень-очень такой размытый вкус. И вот непонятно, как там пиво, к тому же очень-очень светлое. Не знаю, как будто вода какая-то со вкусом пива. Или либо же пивной напиток какой-то точно концентрированный, возможно. Но я не буду это утверждать, конечно. Может просто по вкусу такой. Также, друзья, я напомню, что я не профессиональный дегустатор. Я купил продукт, высказал свое мнение. Оно может с вашим не совпадать. Поэтому, кто пробовал данное пиво, обязательно пишите в комментариях. Возможно, ну, как всегда, как я уже неоднократно говорил, вкусы у всех разные. Попробуем еще немного. Нет, друзья, все-таки я остаюсь при своем мнении. То есть, лучше всего, наверное, брать приятель. Приятель у него поприятнее вкус. Ну и, соответственно, есть некоторое разливное пиво, которое реально ему даст фору. Я как-то брал пиво разливное, афибское, белое. Еще какое-то брал пшеничное, по-моему, темное. То есть, там во вкусе присутствует все. Более-менее вкус такой хороший. И чувствуется все. Здесь же, как я уже и сказал, вкус водянистый, размытый. И просто, ну, реально здесь ничего нет интересного. Как будто я даже и не знаю, как безалкогольное какое-то пиво, если честно. Хотя алкоголь здесь 4,7, плотность 11. Ну, не ощущается ни того, ни другого и не ощущается никакого вкуса. Но могу отметить, как плюс, это то, что во рту после глотков не остается никакой горечи, неприятного послевкусия. Ну и, соответственно, не будете вы дышать на кого-то своими пивными дрожжами, как это бывает в некотором дешевом разливном пиве. В общем, друзья, мое мнение, данное пиво, скорее всего, подойдет только для того, чтобы либо догнаться, либо же просто реально закуска. Вот с рыбкой, наверное, подойдет, потому что там вкус рыбы перебьет нафиг весь вкус, которого здесь, к сожалению, я никакого не прочувствовал. Так что, друзья, если выбирать из разливного пива из пятерочки, я дам предпочтение приятель живой, либо же хмелевой бор, который продается в 0,94, по-моему, таре. Ну, типа литровая, в общем-то. Ну, а вы, друзья, также пишите свое мнение в комментариях, кто пробовал именно данное пиво. Напомню, вот так оно выглядит в обычном бумажном пакете. И, как я уже сказал, друзья, я, соответственно, именно это пиво больше для себя не возьму. И на этой не очень радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok